Желающие купить недорогие и качественные продукты по традиции приходят на продовольственную ярмарку на центральной площади Владивостока. Ассортимент здесь поражает своим разнообразием. Главное, что на ярмарке можно приобрести экологически чистые и полезные продукты. Овощи, мед, сладости, дикоросы, рыба и мясо. Все от приморских фермеров. К слову, именно такие продукты предпочитают покупать приверженцы правильного питания. Вот чтобы пчеле занести в соту мед, прежде чем занести, она обрабатывает его бальзамированным прополисом. О пользе меда и других продуктов пчеловодства Сергей Матвеевич Казаков знает буквально все. На пасеке работает более 40 лет. С удовольствием рассказывает о том, например, что в Древней Руси мед приравнивали к денежным знакам. На ярмарку привез и редчайшие сорта полезного десерта. Как говорит сам пчеловод – эксклюзив Приморского края. Вот, например, оралия. Оралия наша Приморская – это колючее дерево. Семейство оралевых – деморфан дерево в Красной книге. Это вообще супер мед королевский мед. Там запах такой, что ничем не сравнишь. Дикая малина. Особой популярностью такие дары приморской природы пользуются у иностранных гостей Владивостока. Посещение ярмарки – часть туристической программы. А очереди при покупке такого экзотического сувенира – не преграда. Вот к лету многие молодые девушки худеют. Вы бы какой чай посоветовали для похудения взять? Для похудения можно взять лиспедицу попить, овес молочной спелости, иван-чай, лобазник. У Юрия Алексеевича Третьяка множество рецептов на любой случай. Сбором трав и дикоросов занимался еще когда работал научным сотрудником Института лекарственных растений. Поделиться природными источниками здоровья и красоты на ярмарку приезжает уже во второй раз. Делаем разные сборы лечебные. В основном витаминные чаи делаем. В витамины ходят малина, смородина, иван-чай, лобазник, шиповник. Даже в середине рабочего дня на центральной площади много покупателей. Кто-то на ярмарку приходит за базовым набором продуктов. У кого-то есть и излюбленные товары, которые можно найти только здесь. Колбаску. Что еще берете? Красаду. Ой, цветочки. Во-вот, цветочки в первую очередь. Красоту. А вот сегодня день полезного, правильного питания. День отказа от вредной пищи. Что-нибудь полезное купили? Полезное. Огурцы, помидоры. Вот, полезного. Какие продукты, как правило, здесь приобретаете? Филе ментарь. Выбор дешевле, чем в других местах. Кондитерские. Что нужно, то и покупаю. Ну, то есть все, и овощи, и мясо, да? Да, да, потому что недалеко жилы. Покупатели постарше сюда приходят чаще, чем молодежь, ведь для них разница в цене даже на пару рублей уже экономия. К слову, стоимость здесь разнится от продавца к продавцу. А пока есть конкуренция, есть и стимул стремиться к лучшей цене и качеству. Свою продукцию сюда привозят порядка 300 фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спаскова, Октябрьского и других районов Приморья. И возможным это стало благодаря инициативе главы Приморской столицы Игоря Пушкарева. С 2008 года у товаропроизводителей нашего региона появилась реальная площадка для сбыта своих товаров без участия посредников. А у населения – возможность покупать качественные и полезные продукты. Ближайшая традиционная продовольственная ярмарка будет работать в следующие выходные – 11 и 12 июня. Анна Бережная, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.